Библейский портал экзегет.ру представляет Седьмая глава книги пророка Исаия, я читаю в своем переводе ее для библейского портала экзегет. И глава, конечно, очень известная, потому что тут пророчество, наверное, самое известное из всех пророчеств Ветхого Завета, но обычно как-то главу забывают прочитать, читают, но только пророчество. Когда его читают, конечно, из христианского контекста. А мы прочитаем целиком, более того, ее свяжем с предыдущим контекстом. Шестая глава у нас такая особая была, мы это отметили. Там призвание Исаии, когда он в храме видит Господа, Господь спрашивает, кто пойдет за нас. Исаия говорит, вот я, пошли меня. И да, действительно, он идет, и Господь ему передает страшные слова, что все погибнет, но останется остаток, и от этого остатка пойдет новая жизнь. Как от срубленного дерева есть пенек, и из этого пенька поднимается новый побег. А как это, что это? А тем временем, у нас ведь конец VIII века до нашей эры, нападают ассирийцы, все очень плохо. А еще даже до ассирийцев, северное царство израильское, которое пока что вполне себе в силах, которое враждует с южным аудейским, да и другие есть народы. Вот как бы нам с этой политикой разобраться? Когда аудей царствовал Ахаз, сын Йотама и внук Узи, как раз следующий царь, на Иерусалим пошли войной сирийский царь Рецин и израильский царь Пеках с северного царства, а Сирия, естественно, тоже большая страна, примерно там же, где и сегодня располагалась ее территория. Израильский царь Пеках, сын Ремалии, но они так и не смогли его одолеть. «Опасность» сразу два народа в союзе выступают. «Когда до Давидова дома дошла вещь, что сирийцы соединились с Ефремлинами, затрепетало сердце и у царя и у всего народа, как деревья трепещут на ветру». Но Господь сказал Исаии, «Выйди вместе со своим сыном Шар-Яшуф», а Шар-Яшуф – это остаток возвратиться, значит, эти слова, то есть вот ровно то, о чем в шестой главе было сказано. У него такое пророческое имя, само имя должно передавать весть. «Вместе со своим сыном Шар-Яшуфом навстречу царю Ахазу туда, где от верхнего пруда начинается водопровод по дороге к полю Белильщиков». Такое сложное описание, но вот какое-то конкретное место в Иерусалиме. «Передай ему, наблюдай за ними спокойно, без страха, не падай духом из-за этих двух дымящихся головешек». Такой хороший образ, да? Дымящаяся головешка обжигает, но не страшная. «Разгневались ли сын с сирийцами и сын Ремалии? Замышляют против тебя сирийцы и фремлини и сын Ремалии, говорят, пойдем разорять Иудею, разорвем ее между собой, поставим царем сына Тавеала». Ну, то есть своего марионетку какого-то поставят. «Но вот что отвечает Господь воинств. Не бывать тому, не выйдет. Над всей Сирией Дамаска, над Дамаском только Рецин, царь Сирии. Еще 65 лет и Ефрему народом уже не быть. Над всем Ефремом Самария, над Самарией только Ремалин сын. Едва подшатнулась ваша вера, то лишь потому, что вы шатки». То есть ничего этого не получится. И сирийцы, и израильтяне Северное царство, они падут жертвами ассирийцев. Это другая совершенно. Страна гораздо более могущественная, и ничего у них не выйдет. Можете не волноваться. Не волнуйтесь. И если вы шатки в вере, то тогда вы, соответственно, к этому всерьез не относитесь. Ну, как-то очень уж благотворное пророчество. Чего-то от Исаии, наверное, такого не ждут. Но Исаия говорит о том, что Господь накажет, а не о том, что нападут какие-то неизвестные враги. И вот он не про текущую международную политику. Он про то, как выглядит народ иудеи перед Богом. И вновь Господь обратился к Ахазу. «Проси себе знамение от Господа твоего Бога. В глубине его просили, ввысь и далекой». Но Ахаз ответил, «Не стану просить искушать Господа». Что это значит на буквальном уровне? Ну, то есть какое-то чудесное происшествие. Что-то должно случиться, что тебя убедит. «Господь пророчествует правду через Исаию». Вот сейчас будет чудо. Вообще-то все время пророков просят доказать с помощью чуда. А тут пророк сам предлагает. «Давай, проверь». «Не-не-не, не буду». Судя по всему, он это говорит не от благочестия царя Ахаза, а от того, что незачем ему в это все впутываться. Он к этому относится с большим скептицизмом. Он не хочет этого принимать. Тогда Исаия сказал, «Послушай же дом Давидов. Мало тебе раздражать людей, так ты еще стал раздражать моего Бога?» Дом Давидов, то есть царская династия. «Тогда уж сам Господь даст вам такое знамение». Внимание. «Девушка понесет в очреве и сына родит. Имя ему дадут Иммануэль». Иммануэль – это с нами Бог. «Творог и мед, вот пища ему, пока не научится отвергать дурное и выбирать доброе». Знаменитое пророчество, оно, конечно, будет использоваться в Евангелии от Матфея и вообще в христианской традиции, как указание на рождение Христа от Девы. Но в контексте того, что мы читаем, просто какая-то девушка, причем в оригинале не слово, которое означает девственница, а слово, которое просто обозначает молодую замужнюю женщину или незамужнюю девушку, но без конкретного указания на ее девственность. И вполне возможно, что молодая женщина замужняя родит сына, как вообще это бывает. И вот он еще малыш, будет питаться турогом и медом. Такая пища простая, но здоровая. И дальше «Прежде чем научится мальчик отвергать дурное и выбирать доброе», то есть, ну, пока он еще совсем не смышленыш, «Придет запустение страна двух царей, которых ты страшишься». Смотри, скоро эта угроза исчезнет. Вот родится малыш, он еще будет совсем крохотным, а это уже все пройдет. Не исключено, что он показывал на конкретную женщину, которая там стояла. Может быть, это была жена самого этого Ахаза, молодая, да, которая была, может быть, беременна уже. Он говорит, ну, вот у тебя как раз сыночек родится, он еще совсем будет крохой, а все уже наладится. А почему же тогда это пророчество понимается как рождение от Девы, грядущего Мессии? Ну, очевидно, потому что давно миновала угроза вот этого союза Сирии с Израильским царством, и она никого уже не интересует. И люди начинают задумываться, наверное, раз это осталось в Священном Писании, то что-то более значимое здесь сокрыто. И у пророчества очень часто есть такой, знаете, двойной прицел. Вот ближнее событие, которое очень скоро произойдет, и дальнее, которое на него чем-то внутренне похоже, и контуры которого мы пока лишь едва-едва угадываем. Вот, судя по всему, это тот самый случай. Контуры этого большого события едва-едва угадываются, и при переводе, скажем, на древнегреческий язык там было выбрано слово «партенос», слово «девственница» как раз, хотя в древнеюгрейском его, судя по всему, нет. Вероятно, ровно потому, что, ну что ж такого необычного, что девушка выйдет замуж и родит сына. Это происходит сплоши рядом. А раз так, то, значит, какое-то чудесное рождение. И действительно, в Евангелии это пророчество раскрывается совершенно иной, новой стороны. Вот ничего страшного, что есть историческое и такое отдаленное понимание. Но в историческом, да, это просто история про то, что все будет совсем не так, как сейчас ты опасаешься. То, что мы действительно сплошь и рядом видим в истории чего-то, боимся чего-то, ждем. Потом вдруг приходит что-нибудь, пандемия какая-то совершенно, вся картина резко меняется. Господь наведет на тебя, на твой народ, на твой отеческий дом такие дни, каких не бывало с тех пор, как Ефрем отделился от Иуды. Царя ассирийского наведет. А ты даже не догадываешься, что настоящая угроза совсем в другом царстве. И будет тот день, позовет Господь мух, что живут при истоках египетских рек, вот оттуда с юга, египтян, и пчелы с земли ассирийской, да, мухи-пчелы, что такое летучая и потенциально опасная. Прилетят и рассядутся все они по крутым речным берегам, по расщелинам, скалам, по всем кустарникам, по всем местам водопоя. В тот день Господь будет брить лезвием взятым взаимы у царя Ассирии за рекой. Сбреет волосы на голове и на ногах, и даже бороду отнимет. Что это за парикмахерские процедуры? Но это символ позора. Сбрить волосы на голове для мужчины и для женщины в те времена это позор. То есть так делали с пленниками, с рабами, вот с теми, кого хотели опозорить. Но пленник, он никуда не убежит, у него этот символ, его рабство, его позор, бритая голова. И же сразу ты не отрастишь шевелюру. И получается, что это делает Господь, а царя Ассирии просто дает инструмент, дает лезвие для бритья, чтобы побрить голову. И будет тот день, у кого корова и пара овец, тут будет питаться молоком, сколько бы ни давали они. Да, творог и мед будут есть все, кто останется в этой стране. И малыш, кстати, будет питаться творогом и медом. В принципе, неплохая пища, здоровая, не очень разнообразная, такая пастушеская, идиллическая мед. Ну, тогда в основном все-таки его не разводили в ульях, а брали у диких пчел, а творог из молока от коз, овец. И, соответственно, и коровы даже, может быть, будет. Соответственно, как-нибудь перезимуем, да, вот перетопщимся, ничего страшного. Пусть осилийцы нападут, но мы устоим осилием. И будет тот день, где была тысяча виноградных лоз, ценой в тысячу шекелей серебра, шекелей 10 граммов, то есть, ну, довольно много, да, 10 килограмм. Останутся колючки да терн, со стрелами и луком будут туда ходить по всей стране, лишь колючки да терн. И по холмам, где работала мотыга, не пройдешь из-за колючка терна, станут там пасти коров и будут туда выгонять овец. Значит, все вернется в какое-то более первобытное такое пастушеское, собирательское состояние, но жизнь продолжится. Пророчество довольно двусмысленное, вроде и все хорошо, но все сильно изменится и, скажем так, станет более простым. И менее изысканным, чем сейчас. Ну, как отнесся к этому царю Хас, мы, к сожалению, не узнаем. Но дальше тема рождения ребенка и его пророческое значение, этого ребенка, она будет развита в восьмой главе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова